Добрый день! Мы продолжаем отвечать на трудные вопросы Священного Писания, которые присылают зрители портала «Экзегет». И вот в данном случае нас спрашивают не о каком-то именно конкретном стихе, в каком-то месте, а скорее об эпизоде из Священного Писания, из книги «Бытия», где рассказывается о том, как Господь, услышав вопль Содомский, который восходил к нему от этого нечистого города и других, вот также подверженных нравственной духовной заразе городов в окрестностях Мертвого моря, решил проверить восходящий к нему слух или вопль, спустился и в образе трех странников, навестив и святого Авраама, пришел и в дом праведного лота, который жил в Содоме, и, как говорится в Священном Писании, постоянно подвергался внутренним таким терзанием и мукам, вынужденный проводить жизнь с этими нечестивцами в городе Содом, где вот ему довелось поселиться в силу, но тоже не совсем правильно сделанного им когда-то выбора при разделе мест для стад, которые он совершил со своим дядей Авраамом. И насколько мы узнаем из Священного Писания, развращение жителей Содома было столь страшно и столь велико, что, увидев трех странников, пришедших в дом лота, они собрались в большом количестве перед воротами его дома и стали требовать, чтобы он вывел к нему этих трех мужей для того, чтобы они их познали. Ну, даже, конечно, трудно, может быть, сейчас православному христианину это обсуждать, хотя, к сожалению, сейчас мы живем в мире, который уже не сильно отличается от того, чем являло себя вот это вот ветхозаветное, ветхозаветных времен сообщество нечестивцев, обитавших в окрестностях Мертвого моря. И вот для того, чтобы уберечь этих трех путников, Лот предлагает вывести к этой совершенно обезумевшей, потерявшей всяческие человеческие стыд и обличье толпе своих собственных дочерей. И дело тут не в том, что Лот стал частью интересов этого города, он совершенно не, так сказать, преследует тут цели как-то получить какое-то нечистое удовольствие или развлечение. Нет, это говорит о степени самоотверженности Лота, степени той самоотверженностью, с которой он стремится выполнить священную на Востоке заповедь гостеприимства, заповедь, совершенно забытую жителями города Содома. Эта заповедь, она настолько свято соблюдалась всегда на Востоке, что человек, который принял под свой кровь гостя, должен был при необходимости пожертвовать даже собственной жизнью, в случае, если была необходимость защитить своего гостя под своим кровом. Вот этот культ гостеприимства, эта заповедь гостеприимства была настолько высока, что от подлинно, праведно соблюдавшего в полноте эту заповедь человека требовала самых больших жертв. И когда Лот готов вывести к этой совершенно нечестивой, развращенной, обезумевшей толпе своих дочерей, он делает это не потому, что не любит своих дочерей, не потому, что он разделяет какие-то порочные увеселения своих сограждан. Он готов сделать это только потому, что для него благополучие его гостей, оказавшиеся под его кровом, заповедь гостеприимства, заповеданное Богом, исполнение этой заповеди настолько велико и высоко, что он готов пожертвовать даже самым драгоценным для каждого родителя, своими дочерями, их честью, а возможно даже жизнью. Вот что означает собою это место в Священном Писании. И вот о чем оно говорит. Ну, к счастью, как мы знаем, Лоту не пришлось идти на такие тяжкие жертвы. Гости, которых он принял, были необычными путниками. И, как мы знаем, они подвергли этих развращенных садоблен слепоте. И Лот со своими дочерями оказался в сравнительной безопасности, получив повеление и завет, как можно скорее покидуть город, не оглядываясь назад. Что, в общем-то, Лот и поспешил в какой-то момент сделать. А сами, так сказать, божественные посетители, тристранника покинули дом Лота, совершенно беспрепятственные, без всякого вреда для себя, ну, вот благодаря той божественной силе, которой обладали, будучи на самом деле совсем необычными странниками и не просто людьми. Но, как говорится в одном месте, что некоторые, оказывая гостеприимство, таким образом приняли у себя и ангелов. Вот это как раз-таки был тот самый подобный случай. Вот таким, полагаю, может быть ответ на данное недоумение при чтении книги «Бытия». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...